Друзья, а вы знаете, кто стал фотомойской 2017? Объясню. Дело в том, что наши коллеги-журналисты из информационного портала «Приморья-24» организовали конкурс, в котором оценивали фотографии любимых питомцев своих читателей. Главный приз – участие в нашей программе. Поэтому сегодня мы вас знакомим с победителями. Девочку зовут Кристи, ей 12 лет. А сыночечка, ее зовут Степушка. Ему 8 лет будет в июне. Кошка вообще – это породы керл. Это американский керл. Только не со, что ушки у нее прямые. А папа Степушки – это мейн-кун. И вот смесь этих двух пород дала вот такого прекрасного, красивого кота. Участвуем в конкурсе первый раз. Услышала от коллеги на работе. Она тоже принимала участие в этом конкурсе. Ну и решила на удачу. Отправила фотографию. Не думали, не гадали, конечно. Там, конечно, было претендентов порядка 90 фотографий. И очень была удивлена, конечно, что наши красавцы заняли первое место. Очень было приятно. Что касаемо появления вот этой вот красавицы в моей жизни. Я переехала от родителей, это сама жила. Ну и, соответственно, мне очень хотелось какого-то питомца рядом. Вот какая у нас характерная дама. И у соседки как раз эта кошечка, она родила котят. Вот. И так это появилось в моей жизни, вот эта вот девочка Кристия. Она принимает далеко не всех. Она вот выбрала меня как хозяйку. То есть вот она за мной и ходит по питам постоянно, и вот и спит со мной. Вот как, ну, это только со мной. Вот. Ну, к другим она как-то так. Ну, в сторону, как бы, это аккуратно относится, так скажу. А Степушка у нас очень добрый кот. Он и активный, я бы сказала, и добрый он. И он никогда ни ребенка не обидел, ни взрослого, тем более. Там в моей жизни не было таких котов добрых. Вот. Поэтому это, я думаю, это в силу породы все-таки. Я сколько читала про эту породу, про мейн-кунов, что они очень добрые. Я думаю, что это все-таки гены. Мы любим тут спать, и весь, и у него вот тут место. Желый? Нет. Так он тут спит. Когда появился Никита, вот, мы первые, не знаю, дня на 2-3, дверь закрывали к нему в комнату, чтобы кошки не заходили, не знали, как аллергия, не аллергия будет у ребенка. Вот, Кристия, это, ночевала под дверью в комнату. Она ночевала, она, ну, как бы сама не понимала, что там крякает, что такое маленькое, вот, было очень ей, конечно, интересно. Вот, а потом, через пару дней где-то запустили в комнату, Степа сразу в кровать к ребенку. Есть даже фотографии, где он, вот, с ребенком в кровати. Вот, и, в принципе, ну, проблем не было. Бывает, я сам вот так ложусь, а он, бывает, еще ко мне, бывает, идет, идет мне, в лицо идет. Бывает, убегает еще, бывает, туда ноги идет. На ноги бывает ложится. Когда бывает, ногами вот так делаю, он на ноги, наверное, на моей охотится. Бывает, я играю в шутбол, бывает, там с собой, бывает. Он подходит и на воротах стоит. Бывает. Я, я, получается, его мячик пинаю, а бывает, он уже такой, он подскакивает, я бью неожиданно, он выскакивает еще за этим мячом. Степа, 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 пошли, 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 пошли. А я знаю, как его. Это истинная мама. Истинная мама, это, конечно, словами не описать. Если что-то там слышит, что ее сыночка, что-то где-то там мявкнул, что-то ему там сделали более неприятно, все, она уже тут как тут, она бежит, она несется, она прибегает с криками, в это мявкает, в это спрашивает, что случилось. В общем, в это защищает. Ну, а Степа, как истинный мужчина, особенно, особенно не заботится о маме. То есть все только для него, он эгоист. В этом отношении он эгоист. Даже когда приходят гости, даже элементарно гости приходят, он ко всем очень добродушно относится. Вот, гости уходят, он их всегда провожает, всегда вот, садится около порога, всегда провожает гостей. Все, у меня все мои друзья обожают Степана, это его плюша называют. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нашу собачку зовут Марго. Появилась она 4 года назад. Помню ее очень маленьким, красивеньким щеночком. Честное слово, как ребенок. Скулила, нянчилась с ней, через соску кормила. Все время переживала, от мамки было очень тяжело. Пошлось ее с детства уже в кровати. То есть с мамочкой рядом, чтобы тепло. Таким образом она спала. Все было хорошо. Сейчас ей уже 4 и 3. По характеру она очень добрая, ласковая, как кошка. Тот единственная собака, которая действительно как кошка. Любит очень ласкаться. Команды слушает. Также очень любит кушать груши, виноград. Дрессировку у нас получилось. Случайно кушали виноград, она попросила. Таким образом мы научили ее некоторым командам. Поднимайся давай на горочку, давай. Ой, молодец. Ну да, Нить. Раньше маленькая была, более такая, как трусливая. Узнавала мир, познавала. А с возрастом все-таки она стала защищать хозяева. Вот сколько было случаев, если, ну, видно, что человек начинает как-то агрессивно реагировать, она может даже укусить. То есть за хозяина она хоть и маленькая защитит. Она очень любит гулять. Гулять может 3-4 раза в день. Все никак не нагуляется. Дома она ласковая, любит поваляться больше в кроватке, понежиться. Очень игривая, детей любит, к детям хорошо относится. В принципе, не особо прихотливая. Можно ее купать раз, раз-два в месяц. Корм желательно все-таки давать. Мы кормим ее обычной человеческой пищей, но корм нужен все-таки для шерсти, чтобы шерсть не выпадала. Завели породу Тойтерьер. Я вообще люблю очень больших собак, но так как условия городские, в квартире невозможно иметь большую собаку, ей очень жалко. Мне подарили на день рождения вот этого прекрасного маленького щеночка Тойтерьер, Маргоша. И с тех пор мы с ней подружки. Выслушает, она как человек понимает. У нее глаза добрые. Ей говоришь, она смотрит серьезно, даже может где-то кивнуть. Есть люди, которые иногда все-таки бьют собак. Я такое не понимаю, она понимает интонацию. Если я недовольна, даже просто посмотрела на нее, она уже слушается. Порода маленькая, для домашних условий очень хорошая. Для детишек также маленькая. Она любит и поиграться с детишками. До двух лет очень любила кошек. Она дружила с кошками. С собаками как-то побавилась, все-таки маленькая. И мы ее не подпускали. А так у нее все подружки кошки. На улице она с кошками. Если ее поругать, она может до недели дуться. Пока к ней не подойдешь, не поцелуешь, пока что ты ее простила. Друзья, на этом наша программа заканчивается. Любите животных, участвуйте в программе и пишите нам свои письма. Мы всегда вам будем рады. До встречи на восьмом. Субтитры сделал DimaTorzok